Всем привет! После того как провел трубу канализации, можно приступить к монтажу небольшого фундамента для газобетонной перегородки. У многих возник вопрос, почему сразу на момент монтажа основного фундамента я этого не сделал? И здесь ответ простой. На тот момент я планировал сделать перегородки из гипсокартона, а для них нет необходимости делать свой фундамент. С тех пор прошло много времени и пришло понимание, что хотя бы на первом этаже лучше сделать перегородки из газобетона. Итак, хватит болтать, пора приступать к делу. Для начала размечаем фундамент. В моем случае он будет шириной и глубиной по 30 сантиметров. Почему именно такие размеры, спросите вы? Потому что. С моей точки зрения это стопроцентно точный ответ на вопрос почему? Потому что. Ну в общем понятно, что никаких расчетов я не делал. Просто прикинул на свой непрофессиональный взгляд, что именно такого фундамента под перегородку должно хватить. Траншею старался выкопать сразу ровно, так как опалубку в песке я делать не буду. Да, из-за того, что это песок, копать приходилось аккуратно. Хоть он и утрамбован, но стоит наступить на край и траншея запросто может обвалиться. После того, как выкопал траншею, виден сразу косяк. Из-за того, что поделился закопать канализационную трубу глубже, она теперь проходит прямо через будущий фундамент. Так ладно, если просто проходила, так она еще мешает нормально заармировать. Нижняя арматура как раз упирается в нее. Для того, чтобы нормально сделать нижнее армирование фундамента в районе трубы, углубил траншею и провел арматуру под трубой. Также в основном фундаменте пробурил отверстия и вбил небольшие куски арматуры, которым впоследствии будет привязываться арматурный каркас перегородки. Сам арматурный каркас удобнее всего вязать рядом и потом упустить его в траншею. Основная арматура у меня диаметром 10 миллиметров, на хомуты сделал из проволоки диаметром 4 миллиметра и связался с помощью обычных нейлоновых хомутов. Для того, чтобы бетон напрямую не контактировал с канализационной трубой, обернул ее в теплоизоляцию. Далее устанавливаем арматурный каркас на свое место и привязываем его к штырям. Под нижнюю арматуру подкладываю подставки, чтобы был зазор до дна траншеи. С опалубкой не стал сильно париться. В песке опалубки не будет, а выше уровня песка в качестве опалубки использовал доску. Верхний край доски выстроил по уровню, чтобы во время заливки можно было без проблем выровнять фундамент. Саму опалубку скрепил с помощью саморезов газобетонным блоком. Высота опалубки небольшая, поэтому распирающее давление невелико. И несколько блоков прекрасно справляется со своими задачами. Да даже если опалубка раздельца на пару сантиметров, то ничего страшного. Все равно все выровняется черновой стяжкой. Даня, чтобы песок не вытягивал влагу из бетона, траншею зателил пленкой. Теперь все готово к заливке бетона, который конечно же я буду делать сам. Разумеется замешивать бетон буду не руками, а с помощью бетонной мешалки. Пропорции бетона стандартны, в объемных долях это 1, 2, 4. То есть цемент, песок, щебень. Воды по вкусу и конечно же использовал для этого дела нормальный пластификатор, а не моющее средство. Ну а далее все стандартно. Делаю замес, засыпаю бетон, штыкую и ровняю. Делаю замес, так всем пока. Вот для этим давайте Highgore стандартно. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну и во второй части дома делается все аналогично Единственное отличие здесь в том, что фундамент немножко сложнее Так как требовалось еще отделить санузел Но во остальном все так же Траншея, арматурный каркас Также через фундамент проходит конвенционная труба Также пришлось делать углубление траншеи и проходить ее снизу А палубку крепил также с помощью блоков Данный метод показал себе неплохо Быстро возводится и быстро все разбирается И вот свежезалитый готовый фундамент Снимать этот процесс уже не стал Ничего интересного там нет Теперь все фундаменты под перегородки у меня готовы И в этой части дома и в другой Но здесь правда из-за черновых полов его почти не видно Ну и на этом у меня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok